Молодость – это самый прекрасный этап в жизни каждого человека, но главное – это состояние души. Именно в молодости каждому человеку свойственно стремление к новым открытиям. Во все времена молодежь была генератором новых свежих идей, новых взглядов на старые истины. Поэтому День Молодежи – близкий для каждого праздник. День Молодежи – это праздник молодости, драйва и бесконечного позитива. Торжество прошло под названием «Молод всегда». Слоган проекта – это твой спортивный, здоровый, креативный, лучший день. В этом году празднование Дня Молодежи в крае прошло в несколько необычном формате. Семь муниципалитетов края, в том числе и Славинский район, провели различные мероприятия не только для своих жителей, но и для соседей. В гости в Славинск-на-Кубани приехала молодежь из других районов – Красноармейского, Денского, Калининского, Крымского, Северского и Темрюкского. Масштаб празднования был действительно большим. Вся программа отличалась огромным разнообразием. Действие началось в Северном парке с 10 часов утра. Сразу несколько мероприятий стартовали одновременно. И первым местом, куда мы отправились, стала площадка, где проходили соревнования по воркауту. Воркаут трудно назвать видом спорта. Это скорее образ жизни, когда чувствуешь потребность завтра быть лучше, чем сегодня. Мальчишки и даже девчонки из шести муниципальных образований края приехали в Дель молодежи в наш город показать свои таланты. Воркаут Воркаут – это довольно молодой и не совсем обычный вид спорта. Он не только формирует атлетическое телосложение. Также воркаут – это настоящая философия здорового образа жизни. Физически подготовленные ребята показывали мастерство работы на турниках, вызывая восхищение зрителей. Кирилл Козлов не так давно начал посещать школу воркаута, но уже многому научился. Я увидел, как мальчики делают элементы на турнике, мне понравилось. Но я решил попробовать и у меня начало хорошо получаться. Я сейчас очень рад, что победил в первом батле и хочу победить в следующем. Активный, спортивный, ведущий здоровый образ жизни. Ребята продолжили показывать трюки и демонстрировать гибкость своего тела. А наша съемочная группа отправилась на станцию в Центр планирования здоровой семьи. Измерить артериальное давление, рост, вес имели все желающие, посетившие в этот день работу выездных врачей Центра здоровья Славинского района. Воплощением здоровья всегда считалась молодежь. Она обычно полна жизненной энергии и бодрости. Именно поэтому, будучи еще молодым, необходимо формировать здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек. В День молодежи врачи-специалисты разных медицинских направлений проводили профилактические консультации для жителей и гостей нашего города. Мы проводим эти мероприятия для молодых людей с целью профилактики здорового образа жизни. Борьба с курением, употреблением алкоголью, излишним весом, пропаганда двигательной физической активности. Определяем загазованность легких для того, чтобы доказать на примере, до какой степени поражен организм, хотя человек еще и не предъявляет никаких жалоб. Раздаем литературу, рассказываем о здоровом образе жизни. Проверив состояние своего здоровья, получив необходимые консультации и рекомендации, молодые люди, а также наши корреспонденты посетили станцию «Выездной ЗАГС», где начальник отдела ЗАГС Славинского района Татьяна Печеная ответила на вопросы, интересующие будущих молодоженов. Даже если эти вопросы меня не касаются, я все равно консультирую, либо перенаправляю, но в основном спрашивают, когда можно вступить в брак, какие для этого нужны документы, можно ли вступить с иностранными гражданами, какие сроки, какие существуют сроки, сокращающие брак, что для этого необходимо, а так любые вопросы. Павел Перепелица и Ольга Кордакова вместе приехали на День молодежи в наш город из Денского района. Они готовятся к свадьбе, поэтому с удовольствием воспользовались возможностью получить нужную им консультацию по вопросам бракосочетания. Теперь будем действовать, как она нам подсказала. Пойдем в ЗАГС, зарегистрируем место и распишемся, сыграем свадьбу в бурне. Да, я очень довольна, кстати. Она посоветовала, сказала, какие месяца более загружены, когда лучше выбрать время. И чтобы мы остались довольны церемонией, лучше выбирать, конечно, месяца, которые менее загружены. На протяжении веков семья для каждого человека – источник любви, преданности и поддержки. На Кубани особое внимание уделяется семейным ценностям. Причем не только сегодня. Гости из Калининского района показали фрагмент кубанского обряда, рассказали о традициях и в импровизированной сценке представили сватовство на кубанской земле. Окунувшись в атмосферу кубанского быта, наша съемочная группа направилась на еще одно, не менее увлекательное мероприятие, проводимое в рамках Дня молодежи. Причем попали сюда в самый разгар веселья. В фестивале рэперов World Power СНК собрал немало любителей этого неформального направления в музыке. Причем окунуться в атмосферу молодежных движений пожелали люди самых разных возрастов. После всех выступлений, а их было немало, участникам ждал самый волнительный момент – подведение итогов. В соревновании рэперов по двум номинациям были вручены дипломы. Лучшей рэп-командой стали ребята из Славенска на Кубани – Владимир Кудрявцев и Никита Олейников. А в номинации рэп-соло первое место заслуженно досталось Ашоту Багдасаряну, приехавшему из Гинского района. Немного усталые, но безумно довольные исполнители рэп-композиций поделились своими впечатлениями с нашей съемочной группой. Это непредаваемо, конечно, но я даже не ожидал. У ребят такая сильная отдачность, с ними хорошо работать, может даже концерт здесь большой, да, серьезный. Мне понравилось действительно. Я где выступал, мне больше славенство на Кубани – это вообще классно. Все вообще классненько, публика вообще супер, мне очень понравилось. Впечатления у меня, масса позитива, масса эмоций, все очень было круто, мне очень понравилось. Фестиваль удался на славу, чему в доказательство улыбки и радость на лицах поклонников. День молодежи – это праздник всех. И тех, кто еще не вырос из статуса ребенка, школьников, подростков. Представители более старшего поколения относятся к празднику с легкой ноткой ностальгии, потому что все молоды душой. Надежда Неткочева, Александр Коситель, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова